Приветствую вас, Анна. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Постараемся на него ответить. Начну я, пожалуй, в конце. И скажу, что само понятие нормы, как вы его употребили, оно, наверное, отсутствует и совершенно не применимо к той сфере, которую вы описываете, которая вы раскрываете в своём сообщении. Потому что дело здесь в том, что всё нормально для вас и всё нормально для вашего партнёра. Всё нормально для одного человека, всё нормально для другого. Строго говоря, нормально для человека всё, что делает его счастливым, всё, что радует его, и всё, что делает его, наоборот, немного грустным, немного раздражённым и так далее. То есть норма, она у каждого своя. И ещё норма вырастает из ресурсов. То есть из ресурсов, из привычек, из разного рода привычного поведения. Поэтому норма, она очень эластична. Её вот как таковой нет. Да, вот когда человек, например, говорит, что вот, допустим, я вот не умею, ну не умею я общаться, допустим, по переписке онлайн. Да, вот, ну не умею. Вот я вот такой, говорит человек, к примеру. Это не обязательно важный мужчина, да, это вот я просто, просто хочу вот такой, такой пример провести. Вот. И с одной стороны это, конечно, так, это правда, с одной стороны. Но с другой стороны, ведь человек, он, как бы, власти над собой. В том смысле, что он может, при желании, что-то, ну, меняться, меняться. И человек, когда человек говорит, что он такой, он говорит, что он такой всегда. Вот. Ну, я бы сказал, что это не совсем правда. Потому что люди разные, и ваш человек человек такой, как он хочет быть. Вот. Таким, как, каким он хочет быть здесь и сейчас. Понимаете? Что я имею ввиду? Так что, норма, она, у каждого, своя. Это первое. Второе. А, вас, на мой взгляд, тревочит эту историю. Ну, то есть, вас эта история выводит из равновесия, совершенно очевидно, и идея заключается в том, чтобы помочь вам раскрыть тревожность, которая у вас есть. Но опять же, заметьте, как интересно. При условиях только, если вы сами этого хотите. Если вы этого не хотите, если вы не хотите раскрывать свой тревожник, если вы считаете, что там, ну, грубо говоря, это, что люди должны общаться, ну, допустим, люди должны общаться онлайн, общаться так, как удобно, как можно, и так далее. Если вы так считаете, то это ваше право так считать. Но вопрос, конечно, заключается в том, насколько это адекватная позиция. То есть, ну, в том смысле, да, что насколько эта позиция ображает реальность. Вот. И вот где-то на стычке между реальностью и тем, насколько вы готовы её признать, готовы её признать, да. Насколько вы видите своё поведение в какой-то степени, своё отношение в какой-то степени, скажем так, отклонённым, да, от того, что вам бы самой хотелось бы. Вот. Вот, соответственно, насколько вы можете в этой ситуации вырасти. Я бы сказал, помимо всего прочего, что, вероятно, при общении онлайн у вас достаточно мало общего. То есть, у вас мало интереса. То есть, грубо говоря, первый план выходит именно это. То есть, вам не особо особо говорить. То есть, у вас нет общих интересов в числе таких вот личностных интеллектуальных. Вот. То есть, есть интересы более завязанные на, скажем, физическое взаимодействие, на энергетику. Это есть, да. Это есть. А вот чисто интеллектуальные, чисто личностного взаимодействия. У вас, возможно, что и нет. И не то, чтобы это являлось проблемой на самом деле. Вот. Не то, не то, чтобы это, прям, вот, знаете, не то, чтобы это, прям, было проблемой. Просто, мне кажется, что, ну, вы можете это подкорректировать, если у вас, эм, будет такое желание. То есть, вы можете скорректировать это при условии наличия, наличия у вас потребностей. Вот. Вот. А если такая подробность есть, то это можно, ну, оптимизировать, скажем так. Да? Вот. Вот. Если же такой подробности нет, то вы можете оставить, ну, всё как есть. Вы можете ничего не делать. Вот. И ситуация тогда не изменится, она не станет другой. Вот. К сожалению, или, к счастью, она не станет другой. Вот. А, я также думаю, что вам, э, вполне может быть, э, трудно, выносить, э, ну, напряжение. Давайте, э, давайте так вот скажем, что вам, э, просто, э, тяжеловато выносить напряжение. Которое, э, может, может быть, э, э, когда вы, э, с молодым человеком не общаетесь, например. Вот. На том уровне, на котором, ну, вам, хотелось бы, например, а, допустим, общаться. Вот. Ну, и, э, соответственно, э, опять же, здесь нужно посмотреть, поисследовать, подумать. Вот. Э, э, может быть. Может быть. Может быть. Э, что-то из этого вы захотите поменять, что-то из этого вы захотите изменить, да? А, может быть, вам, э, будет, э, удобней и проще оставить всё как есть и вместо этого, грубо говоря, просто принять то, что происходит и взять на себя ответственность вам, там, словно говоря, свою реакцию, да? Вот. Вы можете это сделать, а можете не делать. Вот. А, вот. Если у вас есть, э, такая попытка, вот. Ну, решать так или иначе вам. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Э, э, не ищите, э, э, нормы, э, там, где, э, образно я, говоря, её нет. Вот. Ну, постарайтесь, по крайней мере, не искать. Вот. Потому что, э, ничего, э, хорошего из этого коммуникации не может выйти. Э, учитель, э, 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 флюшит, э, флюшит, э, флюшит и флюшит, э, 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 себя, и у вас, э, э, всё, всё будет нормально. 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 Если вы будете это делать. Вот. Э, вот, э, э, примерно, наверное, э, такой ответ я э, 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 могу вам дать э, э, точкой зрения, э, э, ах, э, психологии, психотерапии. Конечно, в основе лежит ваш э, э, страх. Это безусловно, в основе всегда влезают ваши страхи. Это понятно. Тут у меня нет сомнений. Другой вопрос. Отдаёте ли вы себе отсчёт в этих страхах, что они есть, что они на вас влияют, так или иначе. Вот на этом нужно обратить внимание. Самое серьёзное внимание. На этом всё в принципе. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok